Народ, всем привет! Это наш домашний кинотеатр на студии, мы собрали его почти 4 года назад, у нас было пару видеороликов. Изначально это был сетап на китайских компонентах, потом на брендовых. Конкретно это ультра-короткофокусный лазерный проектор, специальный экран, есть, конечно, трехмерный звук, 5.1, все как положено, и стоит это страшных денег. Но за эти 4 года ничего особо не поменялось в мире вот этих ультра-короткофокусных проекторов. Они стали чуть-чуть ярче, но все равно не хватает ни контраста, и экраны тоже не продаются отдельно, свети на стену белую, вообще ересь какая-то. Появились ребята, которые такие, лазер ТВ, делай 100 дюймов, делай 120, но это все как-то не то, потому что в светлое время суток все равно не хватает вот этого вот ощущения, что ты с запасом по яркости. Я посмотрел, что происходит в мире телевизоров и охренел. Сейчас вы узрите настоящую магию. Как же профессиональное все дело с первого раза. Не убейте только меня. 4K Max Resolution. Так, ты готов? Да. Вырубай свет. А? Смотри, какая красота. Этот телевизор стоит 2 миллиона рублей, и я решил оставить его себе, потому что он еще и 144 Гц, и я могу в него подключить вообще все свои консоли и наслаждаться классным звуком, картинкой, вот это все. В общем, смотри, что-нибудь вкусненького поесть, попить. Сейчас расскажу подробнее, что это за странная такая штука и как мы вообще дошли до жизни такой. Поехали. Поехали. Стоит он в вашу квартиру, дом или куда-либо, потому что многие заносят подобные вещи вообще через окно, вынимая раму, поднимая там краном, вертолетом, как угодно. Потому что это действительно очень большой телевизор. Но оно того и стоит, потому что вы, наверное, сейчас сидите и думаете, ну, 115 дюймов, вот у меня типа 55 дома висит, что он в два раза больше, фуфло. Этот телевизор больше вашего 55 дюймового более чем в 4 раза. Для наглядности, вот вам телевизор 55 дюймов и почувствуй, как говорится, всю боль. И мы уже делали видос про 100 дюймовый TCL, и там у нас была формула, как правильно посчитать, на каком расстоянии вам будет комфортно смотреть 4K телевизор. Так что можете тот видос тоже заценить, и это полезная информация, потому что многие до сих пор не понимают, как телевизор выбрать. Потому что когда ты приходишь в магазин, в MVideo приятный заходишь, и там стоят эти все телевизоры огромные, ты думаешь, ой, да мне нормально. А потом оказывается, что дома он смотрится абсолютно гигантским, и его просто некомфортно лицезреть у себя в жилище. Однако мы руководствуемся очень простой формулой. Больше, не меньше. Поэтому я считаю, что чем телевизор больше, тем лучше. Потому что на таком смотреть и футбол классно, и играть классно, и кино классно, и вообще все что угодно классно. Поэтому я вообще рад, что такие телевизоры в принципе появились. Потому что, конечно, когда-то давно какой-нибудь пионер делал 150-дюймовые плазмы, но мы забыли. Плазмы вообще уже достаточно давно не существует, и это забытая технология. Но давайте вернемся к технологии, что это вообще за телевизор, на каких, собственно, железках он построен. Собственно, эта модель называется TCL-115X. И смотрите, в чем прикол. Это QLED MiniLED. И мы с вами знаем, что телевизоры бывают разные. Бывают OLED, бывают MicroLED, как я и сказал. Что же такое MiniLED? MiniLED это у вас маленький такой вот диодик, но при этом у него все равно есть подсветка. То есть это не MicroLED и не OLED. Но здесь 20 тысяч плюс самозатемняющихся зон. Он, когда должен отображать черный, эта зона действительно затемняется. У вас получается трушный классный черный. Без серых, без ореолов и без вот этого всего. Таким образом, этот телевизор берет лучшее от двух миров, как говорится. За счет квантовых точек он очень яркий. В пике в HDR 5000 нит. Мы померили, сколько у него в стандартном режиме. 1000 плюс он делает легко. Если сравнивать с проектором, то там не совсем это в чисто бьется. Потому что здесь ниты, там анселюмины. Хрен пойми и разбери, я стал считать. Там что-то один в один как-то переводится. Где-то один нит это 3-4 этих люмина. Короче, на выходе я понял следующее. Проектор это где-то, ну грубо, да, я не буду тут придумывать. Это где-то вот 600 нит, если вам так проще. То здесь минимум в два раза больше. И это охренеть, как видно. А в HDR контенте так и вообще конкретно больше. Поэтому для просмотра кино, конечно, телевизор подходит в этом плане лучше. Однако это разные типы изображения в целом. Да, в случае с проектором у нас отраженный свет. Здесь же у нас он прям непосредственный. И тут, как говорится, на вкус и цвет. Я вот так до себя до конца и не понял. Единственное, что я точно осознал, для просмотра контента уровня YouTube, игры и немножко кино, телевизор предпочтительный. Но если вы хотите смотреть чисто кино и вот этот вайп кино, то проектор тоже вполне годная вещь. А эти самые локальные зоны затемнения как раз и дают этот приятный черный цвет, о котором я уже говорил. Вы знаете, мы потестили классно. Я посмотрел еще всякие видосы на YouTube. Линус тех типс купил себе такой, притащил в Америке и очень радовался. Говорит, вай, как здорово. И действительно, вот я как не смотрел на черный-черный, вот у меня есть и дорогущие OLED-ы, у меня есть и всякие другие технологии телевизоров. Но вы знаете, ну охрененно. То есть я так понимаю, что это вот знаете, вот прям супер золотая середина. Потому что если уходить в другие технологии а-ля микро-лет, сразу X10 цена. Если куда-то в другую сторону, то ты уже не получаешь тот самый вау-эффект, который ты хочешь. Чтобы вы понимали, насколько он большой, он примерно с меня ростом, а я метр восемьдесят пять. И в шагах просто берешь, смотри, вот этот вот исполинный. Раз, два, три, ну с половинкой. То есть это реально охренеть, какой большой телевизор. Потому что вам может показаться за счет угла обзора, фиша и прочего, что ну и не очень-то он и гигантский. Это охренеть, какой гигантский телевизор. Более того, наверное, самый большой, который я сам лично видел в жизни. Даже на выставках, на цессах и так далее. И, конечно, в интерьере, ну он занимает всю стену практически. Больше сюда уже там, ну и не получится ничего подкинуть. Но не только картинка делает впечатление от просмотра кино, например. Звук тоже очень важен. И здесь в телевизоре сразу вам сто двадцать ватт звука. Двенадцать динамиков, из них два сабвуфера. И все это брендировано Onkyo. Это не просто так. На самом деле, если выкрутить звук даже на тридцать, звучит очень хорошо. И это окей. Так вот, смотрите, на выходе получается ну охренительно. И, конечно, когда ты смотришь кино, вот мы скачали какой-то очень крутой BD-Rip, как обычно, Аватар. Запускаешь. Ё-моё! Ну и, конечно, если сравнивать с нашим проектором, то вы вот прямо сейчас можете наблюдать разницу в этой самой яркости. Но не только в яркости счастья. Потому что проекторы я изучил все 60 Гц. Ну вот хоть ты треснешь, 60 Гц и всё. Здесь же, как я и сказал, 144. Ещё AMD-шные технологии, все эти фрисинки и прочее-прочее. И когда ты подключаешь PlayStation, конечно же, поддерживается HDMI 2.1. Ты получаешь 120 Гц. Понятное дело, что в современном мире таких игр нету нифига. Но ты, во-первых, можешь подключить и ПК и получить полноценные 120, а то есть 144. Ну и вообще, в принципе, приятно, когда всё вот так вот ловко и быстро. Поэтому, конечно же, я подкинул сюда все свои любимые игры, потестил в EAFC 24, будь она неладна, в Call of Duty и так далее. И для игр это идеальный телевизор. Вот прям фантастически клёвый. А это, я хочу вам сказать, тоже дорогого стоит. Притом, мне нравится его формат именно вот такой, когда он на ножках стоит. Я сначала думал, наверное, низковато, а потом понял, что когда ты сидишь, прям вообще идеально. Но можно поставить и на тумбочку, а также можно его и повесить. Пульт, тут кнопочки ещё приятные, вот эти вот OK, EV и прочее. Это хорошо, то есть он локализован, в этом смысле окей. Конечно, всё это работает на Google TV, конечно же, Smart TV, вот это всё. Можете подкидываться с голосовым ассистентом, общаться, искусственные технологии и так далее. Ну и, конечно, как в любом современном телевизоре, здесь достаточно мощный проц, а значит, во-первых, работает шустро, а во-вторых, у него есть все эти улучшайзеры, которые, к слову, одной кнопкой в режиме кино отключаются нахрен. Поэтому, если вы не хотите, чтобы вам там добавлялись эти промежуточные кадры и прочие смузи-приколы, всё это выключаешь, смотришь кино, как положено, 24 кадра. Хочешь посмотреть футбольчик, и чтобы у тебя плавно, ловко, ярко так, чтобы трава зелёная выжигала всё вокруг, и это можно сделать одной кнопкой. А также есть ещё свой игровой режим, который также все эти плюшечки поддерживает дополнительно. И на выходе получается, что да, вы скажете, Валя, ты совсем оторвался от действительности, и в прошлый раз ты говорил, что 300-400 тысяч за 100-дюймовый телевизор — это недорого, и это реально охренеть как недорого. Но здесь, конечно, 115 — это... Но ещё раз, это уровень кинотеатрального прикола, который ты раньше мог себе только с помощью экрана навернуть и проектора. А здесь это у тебя телевизор. И ещё одно интересное наблюдение. За счёт того, что у неё яркая картинка, когда ты в темноте смотришь, тебе даже не нужна им белая подсветка, потому что так сильно долбит экран, что у тебя всё вокруг как бы преображается. И это очень интересная особенность. И, конечно же, TCL ещё прикололись над теми, кто будет смотреть с разных углов этот телевизор, поэтому там есть дополнительный слой для увеличения угла обзора. Поэтому с какой бы стороны вы на неё ни смотрели, везде хорошечно. И на выходе, ещё раз, как будто вот когда всё это суммируешь и диагональ на плюс-минус умножаешь, получается, что 2 миллиона как будто бы и не очень дорого. Итого, мы, конечно, не будем этот телевизор разыгрывать, потому что никак в жизни его никуда не отправим. Но вы можете его купить по ссылке в описании. Мне что нравится, в наших кинотеатрах, я не говорю про всевозможные бодерипы и прочие там сомнительные сайты, заходишь в полноценный наш кинотеатр, есть кино в 4К с хорошим битрейтом, и на этом телевизоре смотрится офигительно. Поэтому тебе не надо вообще париться, бегать, искать где же, как же, что же и так далее. Просто нажал кнопочку, вот здесь вот так вот чпуньк, и отправился в мир кино. Ну, а я ещё раз, наверное, в большей степени кайфанул именно от игровых возможностей. Прям вообще восторг. Спасибо, что смотрели. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok